Ребят, ну это, конечно, это ультра-жир, потому что, представляете, 2К разрешение на 240 Гц и сейчас, в принципе, на рынке не так много мониторов именно с IPS-матрицей. Вот здесь, короче, ну прям реально всё как надо, это прям даже выше того, что, возможно, вам сейчас вообще требуется, но монитор чисто игровой для людей, которые заморачиваются, задрачиваются по поводу онлайн-игр, шутеры, конечно, потому что здесь, извините меня, 240 Гц на 2К, ого, hello, и при том IPS, да, и при том IPS, и этим всё сказано. Цена что-то в районе от 60 тысяч рублей, там в районе где-то вот так вот это идёт, потому что монитор только появился, агрессивный дизайн, во всех плоскостях ворочается, горизонтально ставится туда-сюда, наклоны, всё есть, полностью укомплектован по входам, здесь даже больше того, что вам нужно, ну, короче, все там и USB-шки подключаются, 3.0, 240, 2К, yo, то есть прогресс не стоит на месте, всё движется, всевозможные HDR-ы, вот, и давайте с вами, короче, разбираться, сегодня протестируем, конечно, его модель, называется, ну, Gigabyte Aorus Fi 27Q-X, вот, новая модель, и это называется Tactical Gaming Monitor, потому что многим, на самом деле, разница там 144-240, если ты отдельно будешь как-то играть, ты можешь, знаешь, ну, не знаю, там, глаза, там, реакции не заметят, если их сравнивать, прям, вот, 144-240, и если у тебя, конечно, там, остальная себе периферия, там, мышка хотя бы, знаешь, где-нибудь, не с опросом в 1000 Гц, а будет у тебя там 8000, да, у меня, кстати, такая сейчас есть, конечно, во, прикинь, такую, мышку, здесь она называется 8К, короче, мышка 8000 Гц, у неё опрос, плюс клаву, выбираешь, тоже там, например, не с 1000, а больше, и у тебя получается, ну, ультра, не знаю, соревновательная машина, наверное, на которой можно реально нагибать, вот, для этого, в принципе, этот монитор здесь и создан, что у нас по цене получается, если мы сейчас будем его рассматривать в интернете, то, так, заходим, ну, там, например, где-то 65 тысяч рублей стоит, в принципе, в Full HD мониторах 240 уже довольно-таки много, и начинаются, в принципе, игровые сейчас, я вам всем советую брать от 144, вообще, если вы собираетесь хотя бы играть, чтобы это было комфортно, потому что в самой системе, конечно, это тоже всё заметно, вот сейчас у меня монитор включен на 60 Гц, я его не стал сразу заводить, потому что, ну, чтобы показать, вот у нас, к примеру, мышка двигается, шлейф такой, знаете, вот я вожу, то есть небольшой шлейф есть, давайте повысим, потому что, ну, это только стоит попробовать, 120 стоять не будем, сразу 144 поставим, применяем, вот, и если у вас когда-нибудь будет вообще выбор посидеть за монитором, то есть сравнить вообще, насколько это всё ощущается, ощущение от компьютера, даже когда ты включаешь 144, я уже не говорю про 240, вообще меняется, такое ощущение, что у тебя прям вау, ну, то есть, знаешь, такая плавность, и у нас получается, намного чаще мышка начинала отображаться, включаем сразу 240, вот по максималке, всё, давай, то есть 240 раз в секунду у нас монитор может воспроизвести изображение, конечно, ещё время отлика нужно, не, ну, она, конечно, стала, наверное, ещё плавнее, но я это, к примеру, так вот, не могу ощутить, это всё нужно только в тестах делать, тест у меня тоже есть, сейчас у нас разрешение 2К стоит, 32 бита, 240 герц, значит, смотрите, в нём здесь нам позиционируют 1 миллисекунду время отлика, ну, это grey-to-grey, то есть, соответственно, я сейчас не буду grey-to-grey тестировать, а я буду тестировать black-white-black, ну, то есть, обычно такой тест нормальный, вот, примерно, наверное, где-то там может быть 4 миллисекунды, давайте посмотрим, сейчас запускаем тест, ну, да, 4 миллисекунды, оно так и есть, притом на разрешении 2К, хотел сказать Full HD, 2К в 240 герц, очень хорошее, 4,1 миллисекунды, это вообще прям ништяк, потому что, если сейчас проверить, если у вас монитор примерно где-то, не знаю, там, 60-70 герц, если запускаем, к примеру, там, даже на 2К, будет примерно где-то 16, наверное, 17 миллисекунд, вот так вот, здесь уже не важно, какое разрешение мы поставим, в любом случае, 240, вот они, 4 миллисекунды, именно black-white-black будут давать, а grey-to-grey, ну, да, 1 миллисекунда, понятное дело, итак, проверим по засветам, как здесь, чего, по-разному, ну, не знаю, набитые пихеры, я сейчас, конечно, здесь 2К, так, не буду рассматривать, хотя, вот, нет, это не битый пиксель, это просто какая-то соринка была, да, это грязька, окей, а ты уж хотел, офф, кстати, гигабайт дает на монитор в течение одного года, в течение покупки, это я на сайте прочитал, на официальном, вот, гарантию на пикселе, то есть, если, короче, купил, через полгода у тебя, что-то где-то здесь проявилось, по заявлениям гигабайта, все это дело тебе, я не знаю, поменяется, наверное, вот, на новый монитор, ну, здесь, конечно, монитор ультражир, потому что никаких супер-мега засветов, это не ТН-матрица, это IPS, по углам, ну, сейчас я углы, конечно, посмотрю, ну, я не знаю, насколько эти тесты имеют право здесь быть, потому что монитор хорош, реально, вот, что ни говори, монитор хорош, ладно, давайте, по тестам главное, что мы проверили black-white-black, так, по регулировкам, ну, соответственно, это важный параметр, ты же за ним сидишь, знаешь, самое нижнее положение, здесь, я не знаю, сколько у меня, вот, три пальца вылезает под него, самое нижнее положение, при этом, конечно, ты можешь задрать его офигеть, как наверх, то есть, он реально, прям задирается, подставка хорошая, крепится очень легко, прям, только один щирчок, плюс здесь очень легко, так же все это дело убирается, есть небольшой кабель-менеджмент сзади, я еще специально на липучке там все налепил, чтобы плюс-минус от проводов избавиться, когда опускаешь вниз, сверху ты видишь сюда вот эту вот ручку, я так понимаю, за нее можно монитор переносить, когда тебе это нужно, потому что монитор сделан не только, да, там, впереди красиво, здесь все такое, логотип Орус, маленький светодиод есть, вот, он еще и сзади, соответственно, красив, там есть подсветка, которая RGB Fusion, там, приложение, можно все это дело настраивать, либо цветовая радуга, статичный цвет, плюс это все может регулироваться, точнее, синхронизироваться с твоей начинкой внутри, и, да, он рассчитан не только, чтобы стоять к стенке своей спиной, а еще, чтобы, соответственно, вот в таком положении, то есть где-нибудь там в центре комнаты, чтобы на комнату позиционировать, что, блин, круто, и плюс, мне кажется, хорошая тема, если на киберспортивных соревнованиях такие штуки тоже берут, потому что, ну, вот, красиво делают, чтобы, соответственно, в зал смотреть, ну, это мое такое мнение, короче, регулировка также вниз существует, но она минимальная, самое высокое положение, при этом ножка выглядит, конечно, агрессивно, она из металла, здесь есть, ну, большой пропуск, я не знаю, я бы не сказал, что там прям такой кабель-менеджмент крутой, но я вот максимально здесь эти провода скрепил, я их отсюда, ну, я их, конечно, вижу, если вот так вот поднять, вот, если вот так вот, все, я уже ничего не вижу, за ножкой я их вывел, вот, по-влево, соответственно, настолько же вправо, и плюс один из, конечно, больших плюсов, что ты можешь его вертикально сделать, ну, сейчас у меня там кабель-менеджмент, я там все это дело закрепил, ну, конечно, вертикально его можно поставить, прямо из этого положения, плюс есть крепление веса, это означает, что можно его повесить на кронштейны и так далее, но при этом, ну, сами понимаете, что задняя ножка светиться не будет, ну, вот эта подставка, а монитор сам будет, но единственное, что у меня есть претензия к таким мониторам, это, блин, он крутой, он реально крутой, стоит дорого, но здесь нет динамиков, вот это вот реально прям, прям, ну, неприятно, хочется, знаешь, чтобы не городить, к примеру, у себя на столе очень много всего, хочется в нем иметь динамики, это было бы логично, вот, и при том нормальные динамики, понятное дело, что если ты берешь для гейминга, то тебе нужна гарнитура, нормально, чтобы это все слышать, это все тоже можно, как бы, сказать, но хотелось бы за такую цену видеть здесь динамики, чтобы из нее шел звук, чтобы тебе не городить, здесь реально еще у тебя в комнате на столе эти колонки, по подключениям тоже есть небольшая придирка, что здесь хотелось бы хотя бы два дисплей порта иметь, я не знаю, может, у тебя два компа здесь стоит, что-то еще, понятное дело, что рассчитано на один дисплей порт, потому что у тебя, как бы, комната один, оп, выбил, два HDMI, то есть можно какие-то консорки подключить еще, есть USB 3.0, то есть, соответственно, USB-B подключается, и здесь два USB можно сюда что-нибудь подключить, плюс быстрая зарядка, полтора ампера, кстати, то есть телефон, там, гаджеты, заряжать отсюда прям можно, Кенсинтон, вход под наушники, точнее, выход на наушники и вход для микрофона есть, из прикольного, что я здесь заметил, здесь встроенный блок питания, то есть прям кабель вот этот, таким, которым ты, простым языком, которым ты подключаешь компьютер в сеть, здесь такой же кабель используется, вот, чтобы было проще, прям сюда втыкаешь, это удобно, что никаких адаптеров, ничего, нигде больше не валяется, это классно. По настройкам самого монитора очень удобно перемещаться, здесь есть небольшой стик, то есть никаких кучи кнопок, ничего нету, это классно, это реально вот классная технология, здесь у нас называется OSD, здесь можем в дашборд перейти, здесь у нас температура, процессора, кулеры и так далее, здесь все это показывается, можно это включить, можно выключить. Дальше, Game Assist, здесь, соответственно, и прицелы можно вывести, дополнить, здесь можно выводить Gaming Timer, здесь тебе нужен поверх всего Gaming Counter, Refresh Rate и Info Location, чтобы это все меню поместить куда-то. Дальше, дополнительный у тебя прицел будет в серединке, можно Custom выбирать свои, изначально вот он зеленый будет. Хотел бы сейчас вот сразу в Контре, чтобы динамички были, а их нету, надо наушники подключать, ну ладно. В меню есть Gaming Mode, все, что относится сюда, то есть понятно, что AMD FreeSync и NVIDIA, все это и есть, и G-Sync, и FreeSync, это по стандарту, Black Equalizer 2.0, что в темных сценах лучше видно было, AIM Stabilizer, Super Resolution, Display Mode, Overdrive, Black Equalizer. Дальше, в настройках картинки у нас есть стандартный режим, есть режим Aorus, кстати, очень прикольно, потому что разница на нем реально большая. FPS, но вот FPS прикольно, что он реально, он темные участки вам прям подсвечивает, но это видно, ну и соответственно можно любой свой настроить. Picture in Picture есть, Picture by Picture, то есть можно сразу одновременно, здесь у тебя будет из консоли изображение, или какое-то маленькое, и, конечно, два изображения одновременно, соответственно, система, русский язык, по-любому, да, есть, но я его сейчас включать не буду, вот, и, да в принципе, все, Safe Settings, Reset All, вот, вот такие дела, вот, ну, на FPS режиме, да, что, круто сразу, бац, все реально светло, не, ну здесь, что, что говорить? Так, давай, конечно, спасибо большое. Давайте сейчас зарашим сразу. Так, одного положили, давай еще перезарядимся, спокойно, спокойно, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Что там такое? Кто там стреляет? Спокойтесь. Не, ну здесь, конечно, вот в таком положении я вам ничего не скажу. Ну, по крайней мере, ох, не заметил. Совершенно я не киберспортсмен. Но это и понятно. Так, ну, понятное дело, что, соответственно, у нас 240 Гц, у нас и игрушка должна, в принципе, если он тебе работает на 60, то смысл-то никакого не будет. Я, ладно, не буду закупаться, потому что мне это сейчас не нужно. Привет! Сейчас меня сразу положат. Ну что вы, что вы? Убегаем, убегаем. Тра-та-та-та-там. Он, кстати, довольно-таки тяжелый, когда я его ставил, то есть здесь железо такое прям реально чувствуется. Нифига не легкий монитор, ну, соответственно, без подставки. Вот, рамки, ну, чисто визуально, когда он выключен, ты понимаешь, что они здесь маленькие, ну, по факту, вы сами можете видеть, то есть окончание, и здесь вот матрица сама, где-то внутри еще начинается, есть черный слой. Не, ребят, конечно, так по ощущениям, ну, монитор супер хороший. Сейчас у нас работает HDR, оно автоматически включается. По итогу про монитор. Значит, смотрите, выбор сейчас реально на рынке небольшой. Я не знаю, когда вы смотрите это видео, но, получается, преобладают, если ты ходишь в 2К монитор, ультра, мега, суперигровой, чтобы было 240, то выбор падает там, ТН матрица в основном. Вот, IPS-ов вообще практически нету. Вот тебе IPS, вот 240, 2К, там HDR, все дела. То есть монитор реально годный. Вот, и хорош, хорош, очень комфортен. Но динамики, конечно, не помешали бы, потому что хотелось бы, хотелось бы их видеть, чтобы ощутить сразу всю работу. Ну, ладно, вот так вот. Углы обзора, конечно, шикарные. Вот. Спасибо, что досмотрели. С вами был Уля. До новых встреч. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok